По результатам проверок выяснилось, что один из застройщиков в Чистоозерском районе отстает от графика работ по строительству и ввода в эксплуатацию новых домов. Как отметил заместитель губернатора, директор департамента строительства госэкспертизы ЖКХ Нияз Юсупов, по плану жилье в этом районе должно быть сдано еще в ноябре прошлого года, однако строители до сих пор не смогли завершить работы. Ответственность за реализацию региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья в регионе возложена на субъект. Нарушение сроков муниципальных контрактов, влечет за собой штрафы и другие негативные последствия. Руководитель ООО «Стилус» назвал основные причины невыполнения работ, однако взял на себя обязательство завершить строительство и сдать объекты в эксплуатацию в ближайшее время. К сожалению, там не погода. В прошлом году нам не дала чуть-чуть успеть климатические условия. Ну и запрыхались, в общем. Нияс Юсупов порекомендовал расторгнуть договор с этим застройщиком и отдать строительство другой, более надежной организации. В свою очередь, глава Чистоозерского района Виктор Шаталин выразил уверенность, что «Стилус» доведет дело до конца. Отметим, что ход реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области находится на контроле в Министерстве строительства и ЖКХ России. Цена вопроса высока. Это практически единственный шанс переселить людей из ветхого жилья, из аварийного жилья в Курганскую область. Если мы им не воспользуемся, другого шанса не будет. Елена Швецова, Александр Киселев, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курганру.